В эфире программа «Разговор по душам». Я ее ведущая Галина Топилина. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем говорить о синдроме отложенной жизни. С нами психолог Ксения Дубинина. Ксения, здравствуйте! В прошлом выпуске мы разобрали, что такое синдром отложенной жизни. Это когда оставляем на потом нашу жизнь и проживаем черновик собственной жизни здесь и сейчас. Не умеем жить настоящим. Кто подвержен синдрому отложенной жизни? Есть ли, может быть, какие-то профессии, категории людей, может быть, возраст? Гендерно подверженные мужчины и женщины. Возраст приблизительно от 20 до 45 лет. Когда от 20 лет у нас появляются какие-то первые цели, они могут быть связаны и с обучением, и с каким-то организацией семьи. Когда входишь в ячейки общества, цели прибавляются. И, в принципе, твой вектор того, что нужно, он увеличивается. И один еще из предверженных категорий, мы говорили, это ипотечники, те, кто у нас находятся в таком предетовании. Это те, кто стремятся в директорском стиле, да, это те, кто у нас карьеристы. И одни из еще категорий — это родители. Неважно, какого возраста, но молодые мамы меня поймут, когда ваша деточка не спит. Вы думаете, ну вот сейчас она подрастет, и я точно высплюсь. А еще всегда есть рядом категория людей, такая когорта знатоков. Это могут быть тоже мамы, бабушки, которые говорят, не переживай. Вот первый месяц самый сложный. Проживаешь этот первый месяц, ничего не меняется, добавляются зубы. И тебе говорят, первые три. Вот потом все нормально. Потом первый год, потом первые три. И потом идет человек в школу, и ты тоже идешь вместе с ним. А потом оказывается, что легче уже было. Не будет, а было. И здесь вот этот синдром отложной жизни, что вот сейчас у нас школу закончат, ну уж тогда точно и в кино с тобой сможем сходить, и в театр. Потом, ну нет, сейчас вот в институт поступят, а потом в какой-то из дней дверь открывается, и там бабушки и дедушки отдают прекрасное чадо, с которым вот, потому что мамы с папой пошли, например, в кино. И вот здесь такой родительский сценарий тоже может быть. И синдром отложной жизни у родителей, он встречается. Ксения, я вот вначале немного скомканно рассказала нашим телезрителям, что такое синдром отложной жизни. Все-таки, может быть, давайте еще раз проговорим, что это за такое, что это за термин, понятие в психологии. В прошлом выпуске мы очень подробно это разобрали. Давайте вот сейчас для тех, кто только подключился. Прежде всего, синдром отложной жизни — это откладывание своей жизни или какого-то приятного события на потом. Из разряда «в понедельник на работу пришли, когда же наступит пятница?» Потому что именно без 15, 4 или 5 начинается та самая моя лучшая жизнь. И вот это один из примеров того, как этот синдром может проявляться, и введен он Владимиром Серкиным, это, да, наш отечественный психолог, еще в 90-е годы. Почему же мы не позволяем себе радоваться жизни, радоваться настоящему? Зачастую это бывает даже очень сложно, потому что в череде дней, в той самой привычке, которой мы проживаем, обычно доказано, что она формируется 30 дней, а если мы там на нашей работе уже несколько лет, десятилетия работаем, то, в принципе, оно день за днем идет, и ладно. Там и фильм есть «День сурка», когда у человека вот этот постоянно был повтор того, что у него подъем, завтрак, бегом на работу, чтобы не опоздать, на работе постоянный стресс, с работой бегом, и вот здесь такая, да, какая-то кутерьма. И здесь действительно нужно вставить намеренную паузу для того, чтобы понять место для радости. И, в принципе, у психолога, чьи убеждения мне очень близки, Татьяна Мужицкая, тоже наш российский психолог, она еще и является таким приверженцем НЛП, и она говорит о том, что есть так называемый уровень можности. Она даже сама, вот мне кажется, такую терминологию ввела, насколько мне можно жить. И вот она на своих тренингах разрешает, что тебе можно. И вот, следуя ее советам, можно сказать, что нам можно радоваться. И радость эту не обязательно заслуживать, и не обязательно ее откладывать на завтра или через неделю, через месяц. Уже сегодня можно то самое, наверное, удовольствие получить. У нас будет там практическое упражнение, вот подробно расскажу там о нем. Технике, как разрешить себе. Как разрешить себе зажить, вот там будет. Поэтому, дорогие зрители, не отключайтесь. А что такое, в принципе, жить здесь и сейчас, вот в психологии? Это как? Пока я у вас в гостях, да, уже третий эфир, все время они пронизаны, мои, наверное, такие диалоги, и разговором с внутренним ребенком, диалогами с ним, и той самой рефлексией, которую мы проживаем. Рефлексия — это четкий вопрос. А где я? Кто я? Что я делаю? И еще, как я себя здесь чувствую? Это близко и к когнитивно-поведенческой терапии, да. Мы много говорили о дневниках рефлексии, когда можно фиксировать. Так вот здесь сейчас это про то, чтобы действительно осознать, что я хочу, и здесь и сейчас я счастлив. И все равно вопросы, они рано или поздно придут в жизнь человека, но лучше, я считаю, задать их себе самому. Надо ли действительно жить здесь и сейчас, о чем мы сейчас говорим, или все-таки надо думать о будущем, и лучше все-таки обеспечить себе это самое будущее, немножко там, может быть, сейчас подужаться, подужаться, там что-то распланировать. Лучше нацелиться на что-то впереди, чем растрачивать ресурсы здесь и сейчас. Ну вот как раз, наверное, северный сценарий Владимира Серкина был об этом, что люди хотят уехать на ту самую вахту на короткий срок. Обычно это же очень молодые ребята, в большинстве своем мужчины, уезжают и хотят вахтовым методом заработать и, наконец-то, зажить. Однако спустя годы вот все равно та самая… Но это же неплохо. Согласна. Когда у этой цели есть соизмеримость времени и ресурса, и цель достигается, пусть маленькими шагами, пусть человек сначала там, допустим, на образование себе накопил, потом смог съездить отдохнуть, знает, что нужна та самая квартира или переезд. Да, вот у него был именно локальный такой переезд. Но он все равно не забывает себя радовать. Когда мы с вами уходим в гипертрофию любого синдрома, мы понимаем, что своего внутреннего ребенка, который у нас отвечает за что я хочу, мы ставим в угол на горох. А у него ведь еще и есть прекрасный… Это же ненадолго. Вот потом мы заживем с внутренним ребенком. Ну да, да. Потом это когда… Нет, так не бывает. Потом это когда. И обычно потом это когда. Давай еще годок потерпим, и вот точно поедем вот в то место, куда ты хочешь. Ну а сейчас пока, ну вот здесь вот, например, куда-то поедем, вот отдохнем здесь. А потом не происходит вот этого. Если ты наметил цель, и к ней не идешь, наверное, маленькими шагами, она будет все дальше от тебя отдаляться. И зачастую здесь люди и вот этот невроз, синдром отложенной жизни, они его и получают от того, что они максимально вот в этом состоянии концентрации находятся, что еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, а цель не достигается, не получается желаемое. А в чем баланс, как его достичь? Мне кажется, вы вот сейчас сказали, можно еще раз. Однозначно, мне кажется, такая красная линия всех психологических передач – это баланс между желаемым и твоим ментальным здоровьем, чтобы, да, не скатиться в ненужные стороны. Повторюсь, мой любимый вопрос – что ты хочешь? И с течением времени, с твоим изменением окружения может трансформироваться и цель. Для того, чтобы постоянно себя контролировать, а ты на пути к тому, что ты хочешь, вот можно то самое упражнение, когда тебя человек, которому ты доверяешь, спрашивает на протяжении трех-четырех минут о том, что ты хочешь. И зачастую на пути к достижению чего-то существует тот самый критический момент, когда что ты хочешь – это всегда сначала море, солнце, отдых, поспать, отдохнуть, чтобы никто не трогал. И вот здесь это обязательно нужно закрывать. В этом и есть баланс. И поверьте, что ненадолго отвлечься от какого-то там серьезной концентрации на отдых – это не то, что нормально, это очень хорошо. И вот в этом я вижу действительно такой гармонию, наверное, к достижению, к цели. А чем отличается обычное планирование от синдрома отложенной жизни? Вот мы в первой передаче тоже немножко об этом говорили. В синдроме ты не понимаешь, ты видишь цель, не видишь препятствий. Когда ты планируешь, ты ставишь себе и цель какую-то определенную по времени, ты смотришь на то, как ты можешь это осуществить, смотря на что и за счет чего. Чего ради и какой ценой. То есть вот эти вопросы ты себе при грамотном планировании задаешь. Это опять-таки, когда родители отчасти самоутверждаются за счет своих детей. И вот при планировании они могут поставить четкие цели и абсолютно нормальные для ребенка. А когда они, да, по сути, еще не прожили это в своей жизни и хотят это трансформировать на ребенка, цель будет гипертрофирована и размыта. А как быть с жизненными обстоятельствами? Вот та же самая ипотека, большая семья, какие-то обязательства, которые на себя взял. Получается, человек вынужден на себя этот синдром надевать. Согласна. И никуда мы не денемся от ипотечного кредитования, которое помогает в нашей жизни, да, иначе бы а как еще можно было там в ряде случаев купить то самое жилье. Однако, да, не надо делать, как делал клиент из моей практики, полностью себя ограничивать. И опять-таки выделяете в своем рабочем времени слоты для радости. Это временные окна, которые позволяют вам баловать того человека, вашего внутреннего ребенка, кто цель эту поставил. А сейчас вы его не то что подкрепляете на пути к этой цели, а вы его постоянно бьете по рукам и говорите «нет, сначала захотел, вот потом вот сначала вот это получи». Однако можно перейти в такое тотальное напряжение, что вы только и будете об этом думать. Поэтому как и с большой семьей, когда вы полностью окружаете их своей заботой, не забывайте о себе. В прошлом выпуске вы подсказали нашим телезрителям, как избавиться от этого синдрома. Вот можно еще раз, самое важное, о том, как выйти из этого неврозного состояния, когда уже живешь в этом синдроме и понимаешь, что, ну вот, срываешься на близких, уже окружающие замечают, что с тобой что-то не так. Когда речь идет о какой-то гипертрофированной ситуации, конечно, лучше обратиться к специалисту, и здесь мы не будем лукавить, да, здесь помощь психотерапевта или психолога, она может быть полезна. Когда мы с вами наблюдаем у себя небольшие какие-то изменения, да, тревожности, напряженности, она есть, то здесь, когда мы понимаем, что сейчас вот бомба разорвется, и я сорвусь, будь то ребенок незащищенный, на которого мы спокойно и удобно это можем сделать, или это там родители, или это близкие люди, в этот момент очень рекомендую сходить в ванную и сделать классное упражнение «Поток воды» называется. Опускаете ваши руки в воду, какое-то время ждете, например, 10 секунд, 20 секунд, в это время в вашей голове там ураган мыслей того, что вы хотели высказать, а вы это пробуете высказать даже внутренним диалогом потоку воды. И тем самым физически вы себя переносите на то, что вода, она просто, ну, просто обволакивает ваши руки. Такое упражнение, оно хорошо будет работать вместе, когда вы начнете дышать. Это случай, когда вы уже не можете себя сдерживать. Уже просто вот сейчас пойдете и наорете. Ну, так вот даже как-то грубо. Какое хорошее упражнение. Оно, знаете, еще даже классно работает, когда вы поговорили с человеком, которого вы не просто разговаривать не хотели, но вот, к сожалению, наша жизнь, она обязывает иногда такие звонки совершать, а диалог был длительным. Вы не могли вовремя от него отказаться. И потом, чтобы прийти в себя, потому что иногда чувствуешь, что ты потом просто на нуле. Идешь, руки в воду, можно так ополоснуть. Физически тоже работает, потому что идет даже обогащение, да, какое-то охлаждение наших самых главных артерий, и поэтому даже уже становится лучше. Если наделить это еще и какими-то ментальными свойствами, то вы вкладываете негативные свои послания в воду, которая уже уходит. А как помочь близкому? Как научить, например, наших родителей, бабушек, дедушек жить настоящим, перестать уже жить отложенной жизнью, и, наконец-то, вместо того, чтобы выращивать тонны картошки, поехать на море отдыхать? Мне кажется, это такая очень распространенная ситуация во многих семьях. Согласна, потому что паттерн поведения всегда бабушка с дедушкой видели, как их мама и папа. Допустим, лето, какая-то была каста семей, не которые ездили на море, а, например, родители все время ездили на дачу и проводили там свое время, вот как вы сказали, в абсолютно таком сложном физическом труде. Сразу нельзя взять, допустим, родителей и поместить их в море, потому что это будет такой концентрацией... Сопротивление будет. Это будет и сопротивление, они будут это воспринимать как какой-то, ну, дичайший негатив. Начните с малого. Просто возьмите ваших маму и папу и сходите с ними в кафе. Это такая... Опять же, да, всё как и слона, по кускам будем ездить. Взяли, сходили куда-то вместе, погуляли в парк. Сейчас не упустите ваше лето, дорогие телезрители, пользуйтесь моментом. Прекрасная погода. Сходили все вместе на небольшое время, погуляли. Потому что всегда в синдроме отложенной жизни люди очень хватаются за время, потому что боятся что-то упустить. Однако упускают самое главное — свою жизнь. Потом увеличите время. Например, съездите на прогулку по Волге. Это уже, да, это уже не час, а это уже часа четыре. И вот так постепенно в жизни людей, которые постоянно работали и считали, что счастье возможно только когда я его заслужу, вы будете в жизни этих людей вносить тот самый элемент радости, который они в свою жизнь, может быть, и хотят внести, но не делают это, потому что, может, даже не знают, как, и, может быть, даже и не хотят заведомо. Может быть, ещё какие-то есть приёмы, как преодолевать это сопротивление? Может быть, слова какие-то есть, которые могут убедить? Всегда такое убеждение у меня с манипуляцией. Оно где-то рядом, потому что всё равно любая, да, там, любая просьба — это отчасти сроднее к манипуляции. Хотя мы же заведомо желаем исключительно хорошего, чтобы родители, например, отдохнули. Например, вы знаете, что важно вот эту картошку посадить. И хотите вы, не хотите, пару раз придётся туда съездить для того, чтобы было принятие того, что мои интересы принимаются. Но мы сейчас так гипертрофируем, да, может, и не гипертрофируем вот этот принцип с дачей, потому что вот мы с дочкой часто ездим на ласточки, которые вот из Самары уходят, и утром очень много у нас прям таких взрослых дачников, которые встали очень рано, заготовили и поехали. И вместо того, чтобы, да, погулять, например, где-то по парку, там, или-то они едут туда. Съездите туда, и вы дадите понять, что интересы принимаются этой стороны тоже. И вы можете сказать, «Мам, пап, давайте вот сегодня мы с вами поедем, там, всю траву уберём, все помидоры польём, всё, что нужно, прополем, а завтра я вас приглашаю в кафе и немножко погулять». И вот такое, знаете, «Выбор без выбора» называется, можно предложить. Хорошо, спасибо большое. По традиции давайте расскажем нашим телезрителям психологические какие-то инструменты, упражнения к саморазвитию, к личностному росту, и в том числе вот анонсировали мы уже в начале упражнения. Оно будет практическим, потому что мы много, да, брали мой любимый листок А4, много писали, и в принципе это всё отлично работает. Но здесь я предлагаю действовать практически. У каждой из нас, милые дамы, есть платье или наряд, который ждёт звёздного часа. Он ждёт либо корпоратива, либо дня рождения, Нового года. И вы его боитесь, допустим, как-то там повредить, надев его на работу. Так вот, вне зависимости от того, когда вот выходит наша с вами передача, берём это платье и надеваем его на себя. Молодые люди, мужчины не отстают. Есть свитер, который подарила мама или любимая женщина. Вот сейчас его нужно. Тот самый звёздный час настал. Надеваем. Идём на кухню и берём ту чашку, которая была под запретом. Ну или это, например, вот, если вы дома у родителей, да, ну, возможно, их нет дома. Возьмите тот самый фарфор с аккуратностью. Но возьмите. Или это если ваша любимая чашка. Вот здесь это должен быть отребют вашей любви. Возьмите чай, который для гостей. Ну, мне кажется, много у кого есть вот или вкусняшки, которые ждут, или там конфеты специальные. Возьмите это, вот, рядом с собой положите. Заварите чай, включите то, что вы любите. Вы смотрите эту передачу до конца. Потом включите то, что вы любите, ваш любимый фильм, который доставит вам радость или погрузит вас в ваше детство или приятные воспоминания. И проживите это время здесь и сейчас. По словам Татьяны Мужицкой, вам это сделать можно, а ещё и доставьте, наконец-то, себе ту самую радость, если вы её всё время откладывали. Складировать не надо. Это своя жизнь. Хороший, мне кажется, вообще. Кликбейт этого, этой передачи не складируя свою жизнь. Это не про одежду. Что можно почитать о синдроме отложенной жизни? Ваши рекомендации? Расскажу про три книги. Они одни из моих любимых. Первая, она такая, не совсем она весёлая, да, можно сказать, вообще не весёлая. Называется «Сказать жизни, да?» книга Виктора Франкла. Это психолог, который её написал, будучи в концлагере. Но та страсть к жизни, о которой он там пишет, всем рекомендую к ней прикоснуться. Ещё одна книга, как раз-таки той самой Татьяны Мужицкой, называется она «Брать, давать и наслаждаться». Название такое, да, говорящее. И на самом деле у тех, у кого синдром отложенной жизни наблюдается, вот как раз-таки с наслаждаться, большие проблемы. Поэтому берите, она очень хорошо аудио рассказывает, можно к этому тоже прикоснуться. Ещё одна книга, так как я очень люблю диалоги с внутренним ребёнком, она так и называется «Тёмная сторона вашего внутреннего ребёнка». Здесь можно и про детские свои какие-то сильные переживания, травмы почитать. Книга Стивена Валински. Ксения, у нас ещё осталось время нашей программы. Давайте как-нибудь подытожим всё-всё вышесказанное про синдром отложенной жизни. И, может быть, самое важное, что нужно людям знать, как не откладывать свою жизнь на потом, как научиться жить здесь и сейчас, как соблюсти этот баланс между целеустремлённостью и жизнью настоящим. Ну и просто, чтобы дома, в семье и в душе царили гармонии. Первое, наверное, такое осознание того — это прими, что у тебя есть такой синдром. С ним живут, и при том замечательно, однако есть моменты, как можно свою жизнь сделать ещё лучше. Первое — осознать, что он у тебя есть, что это такое мы рассказали, как понять у себя тоже. Осознай. Потом однозначно не ругайся со своим внутренним ребёнком, родителем, взрослым. Подружись с ними, и они всегда тебе будут потом помощниками, а не критикующими такими ролями. Вот сейчас вы смотрите нас в своём самом лучшем платье. Пробуйте это внедрить не только сейчас и сегодня, а пробуйте это делать прямо-таки в расписании. На самом деле, в свою жизнь, вот мой личный такой, наверное, старитейлинг, я внедрила элементы такого дальнего планирования. И эти элементы, они меня настолько сильно радуют и стимулируют, когда что-то, например, на работе не получается, несмотря на то, что я как будто бы вот выражение из штанов выпрыгнула, но не получилось. Эти элементы меня радуют. Эти элементы — это какие-то поездки, которые я планирую прямо до мелочей. Я уже купила билеты, я уже сбронировала место, где будем жить, я уже даже распланировала и сделала брони в местах, где хочу побывать. И это на самом деле может наполнять вашу жизнь такой прекрасной радостью послевкусия того, что это будет. Пользуйтесь моментом и не упускайте вашу жизнь. И она на самом деле состоит у нас из каждого дня. Мы знаем, что жизнь — это такой большой срок, и, как вначале мы говорили, не ждите пенсии для того, чтобы выспаться. Организуйте это выспаться уже на этих выходных или хотя бы в этом месяце. Запланируйте что-то, что будет по времени соизмеримо и выполнимо. То есть это как в том пункте, когда мы постмарту планируем. Пусть это будет маленькая цель, но которую ваша бессознательная примет, что я сделал, и я молодец. И почаще говорите себе, что я у мамы умница, ну или я у мамы молодец. И по отношению к детям, как себя вести? К детям вообще, мне кажется, исключительно от любви и по любви. И ваши интересы, которые вы выстраиваете, времяпрепровождение, оно и должно строиться на том, что вы видите, что ребёнок хочет, и вы пытаетесь подстроиться с учётом своих возможностей к его интересам. И мне кажется, вот в таком симбиозе и будут выстраиваться детско-родительские отношения, которые будут на развитии, на то самое счастливое детство, о котором многие мечтают. Спасибо большое, Ксения. Ну что ж, на этом выпуск наш подошёл к концу. Вы смотрели программу «Разговор по душам». В студии с нами была психолог Ксения Дубинина. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. До свидания.